в общем короче находимся мы сейчас пятерочки сестрорецкие нашел вот такую шоколадку киткат срок годности у нее истек 12 11 20 года вот приобрели уже шоколадку вот вы сейчас видите на экране адрес магазина сегодняшнее число а шоколадка просрочивать 27 7 20 года и опять же киткат есть еще детское питание срок годности истек 19 3 чай вот такой вот есть срок годности у него истек 22 21 числа кем запрещена видеосъемка вы царица в этом магазине вы царица в этом магазине что ли вы корону с себя снимите ладно а то он у вас потолки уже царапает один человек на квадратный метр в магазине сколько сколько как тебя зовут не более только магазин большой вот меня зовут кирилл а как ты думаешь мне интересно как у вас квадратный метр сколько у вас человек работает в магазине мне как покупателю это интересно я один большой могли ежемесячно получаешь заработную плату за свою работу на без разницы любая работа должна быть достойной даже дворник убирает достойно свою улицу так а почему с седьмого месяца с прошлого года не может просрочку убраться с полка с прошлого года это году уже полгода как прошло никого нет полгода все никого нет магазине вообще никого нету да полгода не было в магазине никого из продавцов так я спрашиваю полгода не было в магазине из продавцов вообще никого да ты чё а сейчас что а сейчас народу полно еще детское питание вообще капец три штуки 7 так 17 3 17 3 1 3 21 бар не детский кашка тоже детская у нас срок годности стек 22 3 4 месяца срок годности 4 месяца срок годности это у нас и это на что это соус да и мясо 22 число вот так с 15 процентной скидкой хочешь отравиться отравись смотрите вот такие вот конфетки срок годный стекла 18 марта кто вы я администратор магазина у администратора есть имя нет чтобы начальство знала нет потому что это видео отправится в офис а мне ваша в курсе как мне ваше начальство которое мне не интересно служба безопасности совершенно ну как вы отправите своему начальству они отправят на наше начальство наше руководство уже все в курсе я уже всех поставили и с вами ругаться я не намерена так и что вы им сказали я сказала что у нас в данный момент находитесь вы в магазине ну что мы делаем снимаете просрочек ну они удивились они удивились что с продается просрочка не не удивились они предсказать но это в пинут в принципе в порядке вещей да они прекрасно знают что у нас нехватка рук действительно нехватка рук у нас не то что по залу работать мы не успеваем но просрочка у нас снимается каждую ночь то есть конфеты мы коробками списываем абсолютно молочный продукт если что-то где-то мы проследили это да это наша вина то есть мы когда товар приходит на кассу ну вот это покупает да кассиры замечают мы соответственно сразу снимаем и приносим покупателю абсолютно ну новую проблему с нормальными сроками годности то есть проблем у нас с этим нет соответственно дальше касса он у нас не уходит если это блин происходит единожды то это не так вы все сказали да а теперь послушайте меня как потребителя как покупателя вашего магазина вы думаете мне это интересно что вас не хватает рук с 12 11 20 года нет интересно слушать я понимаю что вы не понимаете спасибо у вас конфеты целая коробка стоит прям вот здесь вот она стоит и продает это срок годности 18 3 21 целая партия вот такого чая стоит на полке продается вы думаете мне это интересно слушать что срок годности у нее закончился 20 2 21 у вас рук не хватает вы ночью снимаете может в ночь и наоборот выставляете просроченные продукты я что-то не заметил вот честно я не заметил что я по крайней мере заметил где этот срок может администратор дай администратору может администратор увидит где срок у этого чая конечно большое спасибо за проделанную работу как ничего плохого а следующий раз не запрещайте фото видеосъемку в общественных местах вы можете дома запрещать у себя кому угодно и как угодно но мне в общественном месте вы не имеете права запретить это вот на данный момент я пришла с вами поговорить абсолютно спокойно а я вам решили а я вам высказал свое соответственно точку зрения что вы мне изначально начали говорить я вам запрещаю снимать и тому подобное я подошла еще раз повторяю поговорить вы прежде чем подойти к покупателю да вы снимите себя корону вот эту которая царапает потолки ваши низкие у меня нет такой она у вас была я когда включил камеру у вас была такая корона и не было вот еще вот такой вот детская 11 13 18 18 очень хорошо на полке вы нашли да замечательно да очень интересно мне тоже я когда подошел к полке снял это мне было очень тоже интересно как так целая партия стоит такая вот рыбочка у нас продается рыбка развалку такой палпе срок годности к я просто неизвестен какой у нее срок годности 21 месяц непонятен какой марина нашла вот такую кашку нести а срок годности истек 22 3 еще одна чтобы вы понимали что действительно да срок годности истек вот ребята директор магазина ни в коем случае не звоните по номеру телефона вот поэтому и не спрашивайте почему не столько в магазине просроченных продуктов я понимаю тогда это вам это вот именно по поводу конфетта можно когда заявить именно вот это вот я не могу списать вот в чем дело именно можете не стисывать а просто вот такой вот мед дата дата изготовления 11 11 19 срок годности один год вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...